Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале Наташа Грин Плантс. Меня зовут Наташа и я рассказываю о комнатных растениях. И сегодня я покажу вам, как изменились мои растения за неделю, в общем, что я с ними делала, какие изменения. В общем, если вам интересно, то оставайтесь смотреть. Настало время, сейчас буду прощаться со своими огурцами. Смотрите, листья уже пожелтели, осень наступила, да, и смысла их держать уже нет, поэтому сейчас буду их убирать. Ну всё, огурчики я убрала, и теперь останется только помыть это окно, в общем, навести тут красоту. И сразу замечу, как в комнате стало светлее. Так что всё, сезон огурцов закончен, вот, надо будет ещё и помидоры выкидывать, но с ними всё проще, ничего, обрезать никакие лианы не надо. В общем, всё, конец сезона. И я два маленьких огурчика оставила, вот, что выросло, как говорится. Вот один такой ещё средний нормально, а вот такой, конечно, маловат, но как-то жалко мне было его выкидывать. В общем, последние наши огурчики в этом году. Вот, ну, помидоры у меня не увядают, всё с ними в порядке, даже какое-то цветение собирается быть. Вот есть даже две помидорки. Так что-то жалко эти кустики такие хорошие выкидывать, но я понимаю, что уже стало холодно, и, ну, вряд ли они будут краснеть и цвести ещё. Хотя жалко реально выкидывать эту зелень. Ну, вот что мне с ними делать. Ой, ладно, буду сейчас тоже их выкидывать. И всё, освобождать место. Давайте, наверное, сниму, положу, может быть, дозреют. А я тут занимаюсь цветочками, в общем, обход. И тут мой стендапсус прекрасный. В общем, всё у него вроде хорошо, новые листики открывает. Но вот старые листики, вот одни из самых первых, нижних, начали желтеть. Вот я вижу, два листа вот этих начали желтеть. И там ещё один вот здесь тоже начал желтеть. Я сейчас думаю их удалить. Не буду, наверное, дожидаться полного пожелтения. Сейчас отрежу, чтобы их не было. А ещё тут осматривала свой монстером манки. И тоже нашла пару листочков, которые начали желтеть. Вот этот почти желтый. И вот этот вроде большой, да. На камере, по крайней мере. Видно, что как будто зелёный, но как-то плохо передаёт. На самом деле он тоже желтит. И хорошо видно вот по вот этой... По вот этому черенку, да. Вот низ у него начал желтеть. Поэтому я, не раздумывая, удалила. Потому что это неизбежно. Вот. А так вроде остальные все листики хорошие. Я думаю, что это как-то вот осень влияет на листики. Возможно, какие-то старые, да. Вот. Были листочки. И знаете что? Вот один из последних листиков тоже вот у меня вот такое пятнышко. Но я думаю, то ли он был сожжён на солнце, то ли ещё что-то. Я вот сейчас думаю, чисто вот так для красоты сделать. Вот аккуратно ножницами вот эту часть срежу. И будет чисто зелёный листик. Но это я сделаю лишь для того, чтобы было, так скажем, приятно глазу. Сейчас буду это делать. Вот. Так что я тут удалила верхнюю часть листочка. Ну, выглядит немножко он таким особенным. Не скажу, что сильно выделяется от других. Но зато нет вот этого бело-жёлтого пятнышка. А вот моя прелесть. И даже страшно прикасаться к моей монстерке. Жёлтой варигатностью. Распустила она свой листик. Он ещё такой нежный, мягкий. Варигатность видна. Очень много вот жёлтых вот этих моментов. Сейчас ещё не настолько вот ярко, они вырушены, да? Как вот, допустим, здесь, когда уже тёмно-зелёный лист и жёлтая. Но скоро мы увидим его во всей красе. Хотя и сейчас вот видно, видите? Такие вкрапления, да? То есть, ну, как будто мраморный такой оттенок. Только вот зелёный и жёлтый. Всё вместе. Посмотрите, дырочки. Одна, считай. Две, три, четыре, да? Пять таких разрезов. Ну, четыре разреза и одна дырочка, да? Ай, красота. А вот предыдущий вот такой был листик. Ой. Тут моя красотка стоит. И рядом вот пришлось отодвинуть филодендрон. Филодендрон. В общем, по-разному его называют. Вот он, мой красавчик тоже. В общем, тут у меня скопление жёлтых салатовых растений. Поднимает настроение в таком нашем сером городе. Вот моя красотка. Не ушли далеко. Вот тут мой эпипремном фишбон, который я недавно вот подсадила к этому скоплению эпипремномов. Вот разверну. Ну, не разверну, а разворачивает листик. Ой, я сегодня увидела, вообще так удивилась. Ничего себе, думаю, уже такой он будет полноценный. Ну, полностью ещё не показывается. Мне напоминает какую-то осьминожку. В общем, с большим количеством ножек. Тоже он такой весь нежный, хрупкий. Я его лучше лишний раз не буду трогать. Так что вот, первый мой домашний листик распустился. Так что это хорошо. Значит, он себя хорошо чувствует у меня дома. Вот, наконец-то, распустился листик Монстера Дансони, варигатный. Ну, на вид он весь зелёный. То есть, варигатности в нём никакой нет. Просто зелёный листик. Сейчас, конечно, уже набирает цвет. Уже стал потемнее. Был сначала такой нежный зелёный. Вот, вот это материнский, да, листик. Он тоже зелёный. Но тут есть небольшое вкрапление белого. Но не так это ярко. И я вот хотела узнать, посоветоваться. В общем, у меня этот черенок. У него хорошие корешки. Он у меня сначала был просто в мху. Потом я добавила кокос и мох. И вот думаю, посадить его в грунт, ну, в землю с добавлением, да, вот этой смеси. Или оставить здесь? Как вы думаете? И ещё такой вопрос. Поставить в более освещённое место? Или это не принципиально? То есть, надо вставить под лампу или ближе к окну? Потому что сейчас это у меня стоит над телевизором. Там света, ну, не очень много. Не так много освещения. Вот. Будет ли это играть роль в его дальнейшей окраске? Ну, то есть, новые листы, да, которые пойдут. Есть ли шанс получить эту варегатность? В общем, кто что знает, пишите. В общем, у кого какой опыт был. В общем, знатоки, пожалуйста, подскажите. В общем, как мне лучше поступить с этим черенком? Куда его деть, пересадить? В общем, какие условия ему создать? Может, какие-то удобрения определённые нужны? В общем, буду рада вашим всем советам. И хотела сказать спасибо большое. На моём канале уже вас больше 500 человек. Я этому очень рада. И мне даже немножко не верится, что есть действительно такие уже близкие для меня зрители, которые с удовольствием смотрят мой канал, пишут мне. И мне с ними нравится общаться, дают советы полезные. В общем, большое вам спасибо, друзья. Надеюсь, я буду дальше вас радовать новыми видео. А вы будете получать удовольствие от просмотра этих видео. Вот, на этом моё видео будет заканчиваться. Надеюсь, вам оно очень понравилось. Если это так, то поставьте обязательно лайк. Мне будет очень приятно. И хочу сказать, что сейчас, возможно, я немножко пропаду, потому что я уеду. Я стараюсь делиться с вами новостями о том, где я нахожусь. В общем, будет у нас такая небольшая поездка. Вот. Так что так. Ладно, не буду затягивать. Всё. Всем спасибо. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok